Книга продолжает сохранять свою особую значимость в жизни общества. Это доказывает и неподдельный интерес к 4-му церковно-общественному конкурсу «Просвещение через книгу», подведение итогов которого состоялось недавно в Москве. Фундаментальные богословские труды, учебные материалы, аудиокниги, авторская проза и поэзия. Трудно перечислить весь спектр современного православного книгоиздательства. Жюри конкурса оценивало не только содержательную часть, но и качество издания, дизайн, покупательскую привлекательность и многое другое. Какая духовная литература стала лучшей в этом году? В репортаже Сергея Кириллова. Конкурс «Просвещение через книгу» организован на издательском сайте Мурской православной церкви и фондом поддержки церковно-общественных проектов и программ. В нынешнем смотре приняло участие 92 издательства из 25 городов России, ближнего и дальнего зарубежья. Всего же в конкурсную комиссию поступило 242 издания, они были оценены по 12 номинациям. Благодарным писателям и издателям оставалось только выступить со сцены с ответным словом. Дорогие гости и сестры, позвольте мне сказать два слова, которые со временем стрелись в одном. Спаси Богу. Спасибо. Специальный приз за пасторское слово получила книга митрополита Варшавского, все о Польше, Савве. Богословие. История. Жень церкви. Сборник рассказов Юлии Вознесенской «Уталимая печали» был удостоен почетного приза председателя издательского совета. И, наконец, лучшей книгой в 2010 году стала «Сокровенная Каппадокия». Знаете, как говорят в народе, Бог всех любит, но меня больше всех. Я сегодня считаю, что меня больше всех Бог любит, потому что за три года сделано четыре таких вот огромных книги. И без помощи Господа, конечно, это невозможно. Я благодарю Господа. Благодарю всех, кто работает во славу Его. Вам, Владыка Климента, огромное спасибо. И всем, всем, кто рад сегодня за то, что мы продолжаем наше благое дело во славу Господу. Спасибо. Год назад этот конкурс вышел на международный уровень. В стране за ее пределами выпускается все больше качественных православных книг. Растет число издательств, открывающих для себя этот важнейший сегмент информационного пространства. В конце церемонии свои пожелания высказал и председатель издательского совета Русской Православной Церкви. Я желаю, чтобы из папира автора, ну сейчас, конечно, компьютер работает, я образно говорю, чтобы в типографиях, в издательствах больше выходила хорошая, добрая литература. Со своей стороны издательский совет будет способствовать лучшему ее распространению. Мы разработаем разные формы, чтобы книга доходила до каждого россиянина, до каждого человека. Победители выявлены, но конкурс продолжается. Организаторы, авторы уже начинают готовиться к следующему. В нашем обществе книги – какое-то особое отношение, тяготеющее к сакральному. Наверное, потому, что слово «Библия» переводится как «книга». Поэтому в народе изначально высокие требования ко всему, что называется таким словом. Замечательно, что первой печатной книгой на Руси был апостол, и нынешние производители пытаются с честью продолжить славные традиции русского книгопечатания.